Сегодня совершенно другая аудитория, восприятие людей. То есть видно, что они задают те вопросы, которые реально интересуют на сегодняшний день бизнес. Меня очень удивило, что разница с Западной Европой. Это была вот эта живая дискуссия на панели. Собраны большинство вендоров, с которыми мы работаем. Есть, конечно, некоторые, которые отсутствуют. Достучаться до партнера, а и же с ним до вендора, очень тяжело. Надежд уже на вендоров нет. Мероприятие можно назвать «удавшимся». Присутствует несколько брендов, множество заказчиков. И действительно очень активная дискуссия. Если в среднем на печать уходит 30 секунд, то на наших пугных принтерах это происходит за 3 секунды. По моему мнению, мы произвели фурор. Узнать про инновации, узнать про новости и поделиться историями успехов, которые есть. Конференция была просто отличная. Пригласили сюда в роли эксперта, в основном для того, чтобы поделиться опытом того, как развивается рынок печати в Европе. Также рассказать свой опыт и свои наблюдения по поводу рынка Казахстана. И что могу сказать, что для меня, в первую очередь, это было очень полезно, чем я даже был удивлен, активностью всех присутствующих здесь. То есть насколько активно заказчики участвовали в обсуждении, так же, как и мои коллеги-эксперты. И кроме того, что у меня выпала возможность поделиться своим опытом и своими знаниями, я для себя очень много чего подчеркнул. И мне было интересно услышать обратную связь, которую очень редко тогда получается услышать. То есть именно на таких конференциях открываются вопросы, которые даже бывают при личных встречах, могут умалчиваться. А тут публика была открыта и абсолютно смело высказывали все свои пожелания, проблемы, которые у них есть. Эту информацию мы точно будем работать как вендор и использовать для того, чтобы изменить немножко свою стратегию работы здесь. Сегодня совершенно другая аудитория восприятия людей. То есть видно, что они задают те вопросы, которые реально интересуют на сегодняшний день бизнес. Бизнес и госструктура. В этом году уже совершенно другой разговор. Даже такие крупные организации, как «Санрук Казана», то есть у подразделений «Казах Телекон», «Назбанк». То есть они уже задумываются о том, что надо по-другому подходить. Более того, госструктура переходит в сервисные модели. И это сильно помогает нам, как вендорам, потому что они уже сами приходят. И разговор получается профессиональный, нормальный. То есть смотрим эффективность. Когда видно, что действительно проект позволяет им экономить, то приступаем к его реализации. Практически любой проект, как только вводится контроль доступа, как только учет налаживается, падение непроизводительной печати, экономия минимум пациентов 25-30. То есть все рендеры сегодня об этом заявляли, и это правда. Мне конференция поставила и нам, как с «Санрук Казана» показалась интересна, потому что здесь мы можем собраться с нашим партнерам, конечным пользователям и обсудить те проблемные, проблематики, которые есть. Узнать про инновации, узнать про новости и поделиться историей и успехов, которые есть. Представить наши технологии, представить наши продукты. Впервые мы представили нашу фазмурскую модель формата А3. Магнациональное устройство, которое имеет 4-х ядерный процессор, 1,5 ГГц и 6 ГБ. Это машинка, которую мы можем продемонстрировать с высоким качеством и высоким производителем. Также мы представили наши инновации, наши решения для Android, встроенной в наш принтер, так скажем, и возможности, которые он предоставляет. А также поделились основными историями успехов для того, чтобы стать ближе и понятнее, для того, чтобы каждый участник мог применить это у себя в бизнесе. Мероприятие можно назвать удавшимся. Присутствует несколько брендов, множество заказчиков и действительно очень активная дискуссия на самые актуальные сегодняшние вопросы. Мы со своей стороны очень рады поучаствовать, представить свои возможности. Послушав мнение заказчиков, увидев тенденции рынка, мы, как компания Canon, готовы предложить максимальное усилие и выйти со своими решениями для удовлетворения всех озвученных потребностей клиентов в нашей стране. Мы в этом году поменяли практически всю линейку принтеров на более продвинутые МФУ 21 века, которые видят человека. И человек, когда подходит, уже принтер готов. То есть есть датчик обнаружения человека. Он касается одним пальцем и видит знакомый дисплей. То есть наши все дисплеи на основе Android. Все заказчику понятно. Любое перелистывание, масштабирование. Он спокойно печатает, быстро. Кроме того, я показал, что если в среднем время на печать уходит 30 секунд, то на наших умных принтерах это происходит за 3 секунды. То есть в 10 раз уменьшается время простоя человека, сотрудника за принтером. Мне понравилась аудитория сегодняшняя. И было видно, что если, например, 2-3 года назад люди говорили о покопийных контрактах, об экономии, об эффективности, но это была больше мода, да, не тенденция. То сейчас, в период кризиса, это реальные вещи. Люди говорят о действительных проблемах, что у них есть большой парк, который работает неэффективно, не относится к их профильной деятельности, которым нужно управлять и который стоит очень много денег. И на сегодняшний день наши компании и наши партнеры предлагают оптимизировать этот парк, сократить расходы от 30% и более, чтобы заказчик не думал о печати, а занимался своим профильным делом. А мы уже займемся, так как мы профессионалы, мы займемся печатью, сделаем ее удобной, доступной, быстрой и незаметной. Мероприятие очень интересное, нужное. Были представлены новые вендоры, такие как Рика, в данном случае говоря о нашей компании. Мероприятие крайне важное. Оно продиктовано не только веяниями развития печатного рынка, но и также государством. То есть ни для кого не секрет, что уже сейчас в Зерде и в Ните рассматриваются варианты покопийных контрактов, сервисной модели печати. То есть государство планирует уходить от закупа оборудования, от закупа принтеров, печатной техники и мы переходим в новую модель бизнеса. Масса вопросов, очень интересная аудитория, все расслабленно себя чувствуют. Масса разговоров об утилизации, о том, на чем печатать, выгоднее, дешевле, куда девать старую бумагу, как быть с картриджами, заправлять оригинальным тонером или нет. То есть мероприятие получилось объемным и интересным. Наша компания NewTek впервые на таком мероприятии и, по моему мнению, мы произвели фурор. То есть большинство людей были у нашего стола. Всем интересны новые вендоры, новые решения. Сегодня мы представили компанию MakerBot. Она является пионером 3D-печати именно для малого и среднего бизнеса и для дома. 3D-печать еще не так широко распространена у нас на рынке, но уже пользуется спросом. Медицина, проектные институты, образовательные учреждения уже вовсю интересуются. Поэтому было правильно с нашей стороны представить этого производителя и именно подсказать, задать вектор, так сказать. Мы впервые в Казахстане, в Алматы в том числе. И, в принципе, мы решили участвовать в этом мероприятии, чтобы у нас был прямой контакт с заказчиками. Что мне очень понравилось, это вопреку. Организация мероприятия, это очень отличная, мне очень понравилось. И кроме того, что у нас был прямой контакт с различными заказчиками, что меня очень удивило. И что разница в Западной Европе, это была вот эта живая дискуссия на панели. Это мне очень понравилось. Я надеюсь, что из всего этого и хороший бизнес для нас тоже будет. В отличие от большинства участников, которые вендоры каких-то печатающих устройств, мы чисто предлагаем программное решение для оптимизации печатей. И поэтому вот это мероприятие для нас было очень интересно. Сам формат мероприятия профи-дэ очень интересный. Я уже второй раз здесь являюсь докладчиком. И очень приятно, что ваша организация нас приглашает. Сегодня есть мы с чем выступить. Это наш опыт организации печатной инфраструктуры. То, что сегодня говорили о технологиях применения аутсорсинга, мы ее будем применять под модель, ориентированную под наши потребности. Когда имеющееся оборудование, надо будет второй раз дать цикл, но уже с учетом этих подходов, которые используются в модели аутсорсинга печати. И сегодня как раз мой доклад ориентирован на том, как построена печатная инфраструктура и как перейти к этой современной модели, то есть применить тенденцию решений к печатной инфраструктуре. Очень приятно то, что собрано большинство вендоров, с которыми мы работаем. Есть, конечно, некоторые, которые отсутствуют. Это такой форум, который позволяет нам пообщаться с вендорами. Слава богу, здесь они готовы нас слушать. Нормально воспринимают и критику, и советы, даже тяжелые. В целом проблема – это отсутствие коммуникации, компетентности и ответственности на своем уровне у наших представителей вендоров. Достучаться до партнера, а ниже с ним до вендора, очень тяжело. Рассказываются какие-то долгосрочные сказки, которые потом выливаются в затягивание сроков. Зачастую мы сами стараемся решать проблемы, потому что надежд уже на вендорах нет. Но здесь, слава богу, мы достучались до определенных менеджеров. Естественно, эти менеджеры делают все максимально возможно. Надеемся, что на этом форуме эти проблемы наши смогут решиться. Конференция была просто отличная. Она мне очень понравилась. Мне очень понравилась обратная связь от зала. То есть люди были живыми, люди задавали вопросы. Людей, правда, интересовала эта тема. Мне понравилось то, что никто не пытался что-то скрыть. То есть заказчики говорили, как есть, о своих проблемах. Можно сказать, были даже некие такие бурные дискуссии, обсуждение тех или иных проблем, что где-то поставщики виноваты, где-то заказчики, где-то что-то. Там развернулась интересная дискуссия. Никто не пытался утаить что-то в рукаве и сказать, да нет, все нормально. То есть реально хотели каких-то целей достичь. Я думаю, что ни один человек здесь не ушел с конференции без какой-то информации или повода задуматься. По крайней мере, я, как один из представителей поставщика, задумался над многими аспектами. Более того, я получил обратную связь. Естественно, я в своей компании проведу максимальную работу, чтобы увеличить эффективность своей компании. И вот эта конференция, она как раз-таки была такая осознанная. То есть здесь уже четкое понимание, что нужно оптимизировать, что нужно смотреть в будущее, что нужно считать, да, чего не происходило никогда с инфраструктурой печати. То есть сейчас основная масса заказчиков уже заинтересована в этих вопросах. И как раз-таки это, скажем так, какой-то, я бы сказал, шаг развития я увидел с первой конференции ко второй, да, в которой сначала никого это не интересовало, а теперь всем это интересно и всем это понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!